здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 28 октября суббота сегодня у меня для вас есть хорошие новости и поговорим о сегодня по поводу новых тенденций совершенно новых событиях которая разворачивается за кулисами я бы назвал это битвы в вашингтоне зато будет помощь украине или нет от этого зависит все по большому счету то есть если она будет все будет украина если республиканцы застопорятся помощь не дадут то будет очень тяжело все равно силы добра победят но будет очень тяжело так вот за последние несколько дней происход произошел ряд событий которые посылают достаточно четкий сигнал по поводу того что все хорошо за периодом вот я бы сказал мрака какого-то который вот навис над украиной да и вообще на здравомыслящими людьми в том числе в соединенные штаты в америке сейчас как то так вот блеснул лучик надежды причем не просто лучик он такой серьезный и когда я готовился так сказать составлял себе в голове план вот этого видео у меня все время вертелась мысль как много зависит от одного или нескольких умных людей то есть оказалось бы столько людей с образованием с гарвардским вашингтоне и вот все равно понадобился один человек ну может быть еще какая-то компания его единомышленников как все изменилось я имею ввиду роберта гейтса я несколько видео назад рассказывал о том какой на анализ он сделал по поводу нынешнего ситуации вообще в мире и о том что должны делать соединенные штаты в том числе для и в отношении украины и вот сейчас те события которые произошли я вам скажу что эта статья кстати она была опубликована foreign affairs я несколько раздавал ссылки для тех зрителей которые конкретно просили эту ссылку так вот она была опубликована еще 30 сентября с тех пор она получила привлекла большое внимание коридорах власти соединенных штатов среди руководства военно промышленного комплекса среди ведущих аналитиков то есть ее зачитали до дыр как им говорил и некоторые из его рекомендации как вот я вижу были приняты как руководство к действию и тут же появились серьезные подвижки в этом деле что я хочу сказать значит за прошедшее время администрация сша буквально за последние несколько дней начиная вот с выбора с избрания нового спикера палаты представители администрация сша сделала несколько вещей в русле рекомендации роберта гейтса прежде всего свою компанию в поддержку украины в поддержку своей пакета помощи белый дом начал проводить не путем отдельных выступлений лидеров редких выступлений в поддержку значит он начал делать это часто в частности был организован была организована встреча в белом доме для брифинга нового спикера и ряда других лидеров республиканской партии в палате представителей чтобы изложить им позицию белого дома по помощи украине обычно такие брифинги делаются на капиталистском холме то есть конгрессменом там сенатором возникает вопрос и они приглашают представителей администрации за закрытыми дверями они там рассказывают им по существу вопроса то что их пригласили в белый дом это было уже так сказать необычно из ряда вон выходящее событие то есть проявление как говорят вот среди мафиози им продемонстрировали свой респект этот респект не замедлил не замедлил последовать но не об этом немножко дальше значит я скажу что еще произошло сменилась риторика администрации то есть стратегические тезисы при помощи которых администрация можно сказать продавала помощь украине законодателям и более в широком плане избирателям соединенных штатов америки до этого не говорили высоких материях силы добра против сил зла все это замечательно и все это в конечном счете работает и главную играет главную роль для тех у кого есть мозги но для нормальных людей я имею ввиду но для некоторых количествах людей с более низким уровнем интеллектуального развития нужно что-то более материальное ну там показать вот где она мясо мясо где где мой кошелек это вот для такого ядерного электората прежде всего экстремистского крыла республиканской партии которая известна как мага администрация сменила этот месседж главный и об этом тоже пойдем дальше но наконец администрация как бы не сговариваясь я не думал что это был сговор но вступила в союз с лидером республиканской партии в сенате мичи макконнелл который еще раньше говорил то есть он был согласен с американцем с белым домом в том что сейчас ведется фактически мировая война с одной стороны ось зла с другой стороны ось добра и украина там присутствует израиль теперь там присутствует с одной стороны понятно с какой какой оси они принадлежат и что соединенные штаты не в стороне они не отделены атлантическим океаном от этой войны они являются непосредственными участниками поэтому это вопрос национальной безопасности более того чудо он выступал за то чтобы активизировать задействовать на полную катушку запустить в пк сша с целью увеличения производства необходимых для украины теперь израиля вооружений и тем самым способствует развитию этого в пк развитию американской экономики и показать это избирателю республиканской партии что это хорошо и для него джобс как они все говорят популярно у них слово рабочие места прибыли растущая зарплата и так далее ну и за всем этим это все стоит за рекомендациями роберта гейтса ну как полезно как полезно читать умных людей как хорошо что они еще есть ну а теперь конкретно что же произошло и так в четверг президент байден проявил вот этот респект и пригласил нового спикера палаты представителей вместе с его коллегой по демократическому меньшинству хакимом и рядом других лидеров республиканской демократической партии на брифинг это был секретный брифинг в белом доме после этого брифинга вновь избранный спикер палаты представителей джонсон вышел и заявил что конгресс не собирается бросать украину это первый пункт второй пункт конгрессу из палаты представителей хочет изъять вопрос о помощи украине из общего пакета помощи это не есть хорошо это действительно так но за этим стоит некоторое изменение стратегии которую я скажу так умеренные республиканцы в палате представителей хотят согласовать с демократами и с белым домом дальше я вам расскажу о сути того что они хотят изменить и согласовать и это неплохо это неплохо то есть два вот этих пунктов в принципе это это нормально это нормально ну и наконец он выразил главную мысль которую он считает жалых самым важным мы не можем позволить владимиру путину одержать победу на украине это он сказал на украине потому что я не верю что он на этом остановится это блестящая идея которая которая наконец-то поселилась в головах лидеров республиканской партии тех которых считают ну по всем случае до вот этого высказывания считали своими лидеры даже мага то есть ультра правая которая фактически поспособствовали избранию джонсона надеюсь что он будет им также верно служить как маккарти до тех пор пока не совершил ошибку за которую его выгнали и вот не успел он это сказать а кстати он выступал на fox канале fox это канал который симпатизирует республиканской партии есть там такой телезвезда ханнити который является большим другом трампа и ханнити всячески пытался вот вытащить джонсона на признание что украина не стоит нашей поддержки а эта позиция ханнити повторяю ханнити позиции это позиция трампа то есть как он не пытался сбить джонсона на эту вот на высказывание этой мысли ему это не удалось но и фактически сразу после этого обрушилась атака на нового спикера то есть вот только он произнес вот эти три ключевые фразы которых я вам сказал на него обрушилась массированная атака со всех сторон я имею ввиду среди в сторон всех всех сторон отражающих весь спектр республиканской партии сразу удар последовал со стороны крайне правых то есть маговцев трампистов большое разочарование его высказание вызвало со стороны сенатора от агая венса но это враг это закоренелый враг украины причем глупый и я бы сказал так на грани негодяя повторю это тот сенатор который сказал что обвинил трампа простите байдена в том что он хочет протащить осигнование на украину прикрываясь телами убиенных детей израиля убиенных хамасом то есть такое можно сказать только негодяй который наверно не знает что в украине сколько их что они тоже гибнут дети и и не меньшим количеством даже больше чем это произошло в израиле но это сейчас мы числами не будем мериться но 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 это 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 высказывание просто злобного злобного представителя трампизма поэтому кстати если среди моих зрителей есть граждане сша проживающих штата агайо помните это если он будет перебирать или переизбираться и когда он будет переизбираться припомните ему это тупейшее высказывание вот но остальные это были так сказать идеологи пропагандисты но такие весомые со стороны республиканской партии которая в общем по текст всех высказаний был такого мы так на него надеялись а он так нас предал с другой стороны его обвинили не более не менее как его назвали я даже смягчу формулировку религиозным фашистом не больше не меньше речь идет о том что как я вам говорил он является действительно твердым верующим глубоко верующим представителем христиан евангелистов то есть до такой степени что он говорил мой мир это библия если вы хотите узнать о какой мой о моей позиции по тому или иному вопросу идите к своему книжному шкафу берите с полки библию открывайте читайте это мой мир зачем к нему прицепились из-за того что то есть тут уже подвели глубокую философскую подоплеку не просто там отдельное высказывание по него не второстепенным вопросам и тут поведали следующую базу все-таки соединенные штаты является светским государством конституция и как говорили отцы-основатели включая мэдисона джорджи вашингтона они говорили о разделении религии государством в главном в данном случае вопросе о том что власть не идет от бога соединенных штатах америки как она шла в европе откуда прибыли иммигранты спасаясь от европы от той системы которая там была все на территории америки а вот теперь вот этот человек новый спикер нам заявляет что в америке он кстати так говорил в америке нет демократической республики в ней есть библейская республика дальше отцы основателей говорят что власть идет от народа к тем кого он избирает а он джонсон значит высказывался в том смысле что это проведение то есть творец продвигается тех людей которые ему нравятся на высшей должности и даже после его избрания спикером он произносил речь где увидел что то что его неизвестного вот взяли избрали спикером в этом он увидел руку проведения то есть власть к нему пришла не это не от народа а от от творца и вот таким образом они усмотрели вот это дичайшее противоречие как они с фашизмом религиозным фашизм придумали не больше не меньше и сказали что это может быть страшнее чем все что угодно ужас чуть ли не антихрист к нам пришел в на должность третьего по важности человека в государстве вот так вот на несчастного джонсона это обрушилась всего-навсего за три произнесенные фразы которые свидетельствуют о том что надо рассматривать вопрос об украине почему я вам расскажу дальше по каким пунктам то же самое выступая после того как он вышел из белого дома джонсон сказал что мы то есть некоторые представители республиканской партии в палате представителей подготовили ряд вопросов там их около дюжины кстати письмо это этот запрос говорят будет опубликован в понедельник я вам сейчас доложу его основные положения потому что есть такое одно до сих пор одно интернет-издание называется daily color по иронии судьбы но во всяком случае до последнего времени то есть его основателем был такер карлсон вы помните это имя ближайший пропагандистский деятель это в общем трампа так сала соловьев является ближайшим ручным пропагандистом путина так карлсон у трампа и вот они получили копии этого письма я бы его назвал так писал это письмо подписано с конгрессменом из калифорнии майком гарсия бывшим пилотом истребителя f16 хорнет в этом качестве он воевал во время войны в ираке сейчас значит как я сказал представляет штат калифорния в палате представителей он присоединился к ряду других из конгрессменов назову фамилии потому что это важно дэн крэншоу из техаса брэд венструб из огайо джек бергман из мичигана аугуст пьюджер из техаса и джен киггингс из вирджинии он они подписали это этот запрос к администрации белому дому и как сказал джонсон результат в связи с тем какой будет ответ белого дома таким и будет наш ответ на оказание помощи украине сейчас мы с вами проанализируем это в целом хочу сказать что я считаю это нормальным потому что трамписты вообще говорят даже рассматривать не надо вопроса помощи украине думать об этом все вопрос умер а эти которые подписали считают что это важнейший вопрос но нужно кое-где подкрутить кое-где открутить короче говоря нужно несколько изменить стратегию и я считаю сейчас мы посмотрим с вами по пунктам что то что они говорят в принципе ну кроме одного пункта там есть одно сомнение но в принципе я бы подписал бы это письмо по большому счету и и если это станет базой двупартийного сотрудничества республиканцев и демократов так ура с барабаном с песнями вперед на орков и так члены комитета утверждают это комитет у них что безоговорочная поддержка байдена украине во время в ее войне с россией не является разумной стратегией и требует от сша сузить объем помощи а также провести полный учет уже оказанной стране помощи и вот практически большинство средств массовой информации соединенных штатов цитируя вот примерно это тут же кидается все все пропало республиканцы требуют изменения стратегии никакой помощи не будет это если что не слушали потому что повторяю деле колор это единственный интернет ресурс который имеет текст этого письма и может судить о том что там конкретно написано другие по моему нет документе изложена позиция многих членов республиканской фракции по вопросам о финансировании украины это написал гарсия в письме всей республиканской фракции то есть они что сделали группа эти конгрессменов написала письмо в белый дом о том потом написала письмо всем членам республиканской фракции в палате представителей для того чтобы это было их общая платформа чтобы опять не было такого бардака как был при избрании спикера и так дискуссия помощи украине развернулась вокруг двух противоположных полюсов до сих пор это они фиксируют расстановку сил по поводу помощи украине одни говорят не доллара больше это мага другие говорят дайте нам чистый чек то есть вы знаете эту историю обвиняют прежде всего администрацию байдена белый дом этом давайте выпишем столько подпишите чек а мы потом сами внесем какую сумму захотим то есть два дементрально противоположных полюса а посередине как пишется в письме масса огромное количество конгрессменов которые не хотят туда присоединяться не сюда они как бы посередине и все и никуда нету никакого движения потому что дальше да и дальше не излагают что надо сделать что нужно изменить в стратегии и по сути дела это я бы сказал так это план эффективного удушения путинской россии потому что пунктом первым идет призыв к принятию кавычки открывается цитирую политики полных санкций против россии включающие внимание все виды нефти зерна редкоземельных материалов всего того что составляет основную часть экспортных доходов россии чем они предлагают и не требуют сделать и таким образом чтобы там не было никаких путей обходов для санкций никаких дыр все закрыть законопатить убить весь экспорт российской федерации на котором состоит доходах из которых состоит бюджет бюджет россии а следовательно это сундук денежный сундук для финансирования агрессии против украины вторым пунктом идет требование провести полный учет насколько это возможно систем вооружений которые уже были отправлены и использование до настоящего времени кавычки закрывается очень разумно и надо сказать что администрация байдена так звериным нюхом чуяло что это последует такое требование поэтому последнее время сначала были просто разговоры о том что надо так далее я вам все это рассказывал на канале а последнее время были предприняты серьезные меры ну частности господа плитскер появилась на арене затем был назначен специальный генеральный инспектор по украине взамен на нескольким там целая группа которая до этого занималась должна была заниматься по сути дела никто конкретно не занимался приехала целая команда из примерно 100 экспертов в киев я не знаю все ли они сидят там или нет но работа ведется то есть сейчас администрация даст ответ на эти все вопросы вообще расскажу что сейчас как конгрессмены поставили вопрос от того что администрация ответит на это письмо таким будут и действия палаты представителей республиканского большинства там среди других требований обнародование то есть доложить конгрессу критерии выхода из войны против россии в частности конгрессменов интересуют поддерживает ли администрация сша цель украины по возвращению всей территории а также конгрессмены жаждут услышать анализ последствий что будет если сша прекратят всякую помощь украине это неплохое я считаю это очень хороший дальше я расшифрую что они вернее они расшифровывают дальше что они имеют ввиду я считаю что это тоже очень хорошая правильная постановка вопроса что вы увидите что они хотят какой они хотят видеть цель войны на украине то какую цель поддерживают соединенные штаты в этом деле письме подня подвергается критике решение байдена включить вопрос пакета помощи украине в пакета помощи израиля ну с израиля тут все понятно к нему вопросов нет надо сделать все быстро поэтому вот они хотят это практически немедленно это сделать и отправить что касается украины они хотят услышать ответы на эти вопросы почему потому что мы не можем подписаться под политикой чистых чеков байдена в отношении украины то есть тут еще заложена какая-то вот доля политиканство очевидно что значительная часть в результате в том числе агрессии хамаса против израиля уже ясно было что-то мировая война ясно что 2 2 2 оси и понятно что соединенные штаты там уже есть еще в украине они как-то так придерживались позиции наших ребят там сапог американских на украинской земле пока нет то с израилем там уже не скажешь это то есть в израиле их пока нет но там они уже на ближнем востоке есть но им надо показать своим избирателям чтобы не просто так вот все взяли изменили после того как спикера избрали пошли там на поводу на сговор с байденом и надо показать что они надавили они принудили они настояли его теперь благодаря нам вот все нормально ну что нормально вот смотрите что они хотят стратегия с их точки зрения соединенные штаты должна отказаться от гуманитарной помощи и прекратить любое финансирование субсидирующих внимание украинских профессиональных чиновников и работников америка должна свести свое участие к тому чтобы способствовать внимание это цитата убийство русских на линии фронта . это означает предоставление необходимых систем вооружений и тактики для победы они для ничьей . кавычки закрывается вот она стратегия который сколько копий было поломано в эфирах в украине радио теле youtube там и так далее анализировали вот байден он за что за 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 полную победу ли не за полную но я вам скажу так что иногда иногда есть такие цели о которых лучше не говорить лучше добиваться их но то есть понимаете иногда вот большие драки со смертельным исходом по ножовщина в подворотнях она происходит не по принципиальным соображениям а из-за того что кто-то что-то лишнего ляпнула из-за враждебной ажитации вот и происходит проливается кровь но если мы говорим среди своих ребят вот здесь в конгрессе между конгрессом администрации то товарищи господа хотят убедиться что речь идет не о войне там до бесконечности о том что у нас есть цель и мы об этом доложим рису избирателям и они должны остаться довольным что мы добились то есть я считаю что это блестяще что цель должна быть победа а не ничья точка разгром орков по крайней мере на территории украины дальше отказ от гуманитарной помощи и прекратить любое финансирование украинских правительственных чиновников и работников я считаю что это тоже неплохо если бы речь шла только о правительственных чиновниках и работниках потому что эти люди как мы знаем каких грязным рукам прилипло столько денег из иностранной помощи что я вам подсчитывал как то что на эти деньги можно было бы купить четыре эскадриль и f16 они сейчас там вот в офшорах и главные действующие лица второстепенные вроде бы под следствием а главное действующие лица на свободе что говорит о многом и платить им еще из кармана американских налогоплательщиков но это не проходной вариант то есть чтобы там не говорили тролли тролли личинки конгрессе соединенных штатов все понимают то есть они знают результаты аудита и нечего с ними спорить вот такая их позиция я считаю что она правильная позиция на этом дорогие друзья позвольте закончить первую часть моего сегодняшнего выпуска информационного надолго с вами не прощаюсь потому что второй вторая часть продолжение этой же темы последует вскоре после первой и так до скорой встречи